Светлана Иноземцева обучалась в университете по специальности сестринское дело. У нее множество научных работ, которые она представляла на конкурс. И сегодня она занимается тем, что передает свои опыты в профессионализм молодым сотрудникам и считает не менее важной работой отвечать за работу всего отделения, этого большого лечебного организма. Сама Светлана Владимировна считает, что 90% успеха лечения кардиобольных связано именно с тем, чтобы средний медперсонал смог расположить к доверию больного и внушить ему волю к победе над болезнью. Кардиохирургия у нас звезды, действительно у нас работают. Я горжусь тем, что я работаю в лечебном учреждении с светилами нашей российской кардиохирургии. Но опять-таки надо понимать одну вещь, что операцию можно провести на высочайшем уровне, на работающем сердце, на искусственном кровообращении. То есть они сейчас делают чудеса. Если действительно сестра пришла на работу с душой, с теплом, с любовью, то если она любит то дело, чем она занимается, если она любит своих больных, то, скажем так, это 90% успеха. Те наработки, которые были отобраны на конкурс, это две большие папки, толстые папки. И там были и памятки, и статьи. И все это, это не одного дня, это вот несколько лет наработок, в которых она участвовала, в общем-то. И она не просто вот это пишется, да, это делается, это внедряется у нас в учреждение. Это очень такой чистый, светлый человек. Хочется также отметить, что в десятку лучших медицинских работников России вошли и другие представители Самарской области. В частности, медицинская сестра больницы номер один имени Пирогова, Ирина Геннадьевна Овчинникова. И заместитель главного врача Сергиевской центральной районной больницы Надежда Константиновна Шекерзианова, а также многие другие специалисты.